Девушки отдыхают На «Болткоме» разворот Самые важные вопросы дня Самые актуальные гости В прямом эфире «Радио Болтком» По рабочим дням в полдень Участие слушателей обязательно Разворот У нас гости Ребята А это я ломаю дверь Телефон прямого эфира «Радио Болтком» 672-12-93-9 Добрый день, уважаемые радиослушатели Программа «Разворот» Ее сегодня веду я, Константин Казаков Наш звукорежиссер Евгений Копеин В гостях у нас предприниматель И президент Федерации хоккея Латвии Кира Флипман Добрый день Здрасте И темы у нас сегодня две Будем вокруг них ходить, кружить Это и хоккей И это ваша предпринимательская деятельность Это гриндекс И поговорим о планах предприятия Они достаточно масштабны Но все-таки с хоккея хочется начать Как бы две, два направления здесь Первое это «Динамо Рига» Не совсем ваша тема Но, конечно же, поскольку Многие знают о том, что «Динамо Рига» является базовым клубом сборной И не удовлетворены теми результатами, которые показывает клуб Разумеется, это не может оставаться вне поля вашего внимания А второе это чемпионаты мира И те чемпионаты, на которые рассчитывает Латвия И те чемпионаты, о которых сегодня говорят много всего Я имею в виду чемпионат мира в Беларуси Давайте с Беларуси лучше всего начнем Вот как вы оцениваете тот ажиотаж, который возник сегодня вокруг этой темы Проведение чемпионата мира в Беларуси Да, ну, с Беларуси я считаю, что напрасно такие волнения идут В части, касающиеся организации чемпионата мира Конечно, много можно определять претензий в Беларуси Но это чисто политические вопросы Но что касается чемпионата мира, конкретно в 2014 году Я считаю, что нет оснований для волнения Беларуси проведут чемпионат, я уверен, на самом высоком уровне Потому что они принципиально захотят доказать всему миру, что они способны на большие дела У них возможности для этого есть Я слежу за подготовкой чемпионата мира У меня очень хороший друг, можно так сказать, президент федерации хоккея в Беларуси Мы с ним часто общаемся, он консультируется Поскольку знает, что мы проводили уже чемпионат мира, что у нас есть опыт И у меня нет сомнений, я считаю, что это ненужный ажиотаж вокруг этого И я думаю, что все пройдет нормально Во-первых, уже времени нет, чтобы что-то пересматривать И во-вторых, я очень достаточно хорошо знаю мнение международной федерации Поскольку я сам являюсь членом и консультантом И поэтому у нас единое мнение, что все будет нормально У нас никаких сомнений даже в этом нет То есть вы обращаете внимание на то, что о необходимости введения санкций Чисто спортивных говорят не спортсмены, не представители международной федерации Не национальных федераций, а политики Политики, только политики Я думаю, что в данном случае у спортсменов не могут быть никаких претензий До сих пор в Беларуси выступают во всех международных соревнованиях В том числе в чемпионате мира В том числе в отборочный, в эквалиционный турнир Они будут участвовать в феврале, так же, как и мы Только в другой группе, в Дании они будут участвовать Так что никаких запретов нет, не дай бог И у нас, наоборот, в международной федерации стремится К дружеским связям, отношениям, уважениям Как физическим лицам, так и стран, которых они представляют Да, ну, конечно, в Беларуси В Беларуси нас все-таки интересует, собственно, сборная И до 2014 года ей еще нужно дожить, удержаться Учитывая те показатели, которые имеются в Динамо Рига Есть определенные, если не сомнения, то тревоги Которые возникают у болельщиков Когда они не просто читают в газетах или в интернете Или слышат по радио о результатах Но когда они видят игру Игра ведущего латвийского клуба вызывает Ну, очевидную тревогу в том, что этим ребятам Не хочется играть в хоккей и не хочется побеждать У вас есть такие ощущения? Нет, я бы отверг бы вот это замечание по поводу нежелания выступать Я думаю, что ребята полны решимости и хотят играть Может быть, немножко связано было, может быть, с тренерской работой Может быть, недостаточно серьезно подготовленные они были Но желание этих спортсменов, я со многими общаюсь и знаю ситуацию Конечно, я как президент Федерации Хоккей хочу подчеркнуть Что я отвечаю за весь хоккей Это независимо от того, это клуб Или это какой-то там бизнес-проект Потому что я представляю интересы страны И все те игроки, которые потенциально являются кандидатами в сборную Независимо, где они играют То ли в НХЛ, то ли в КХЛ Это, по сути дела, наш золотой запас Который мы обязаны пользоваться И который мы обязаны представить всему миру И если мы смотрим в прошлое То Латвия это вообще уникальная хоккейная страна Я подчеркиваю, кому это может быть нравится Кому, может быть, не нравится Но действительно, с 1997 года представлять В самой высшей лиге чемпионатов мира в группе А Это вообще уникально Более того, мы знаем такие богатые страны Я подчеркиваю, богатые страны Как Германия, Италия, Франция, Дания, Норвегия Белоруссия, Казахстан, Украина Вот сколько я вам назвал Еще, может быть, и Словения даже Еще можно было бы назвать Которые то входили в группу А, то вылетали Потом бедные по 3-4 года бороли, чтобы войти в группу А У нас таких проблем не было Только потому, что исторически нет Потому что там Липман Это, конечно, один из моментов Но главное, что у нас это исторически так сложилось Если вы помните из прессы, из газет То Латвия была той страной, которая обучала Россию В 46-м году играть в хоккей Так что это наш престиж И мы обязаны сохранить этот данный нам исторический положительный фактор Что мы еще в 34-м году выступали на Олимпийских играх Но как это мы не имеем права похоронить хоккей Ни в коем случае Мы должны все сделать для того, чтобы хоккей процветал И чтобы это был один из самых ведущих видов спорта Не умаляя достоинства остальных видов спорта С большим уважением к остальным видам спорта Но я представляю хоккей Поэтому, конечно, у меня, в первую очередь, сердце болит за хоккей И вот то, что вы сказали, что падение результатов Динамо Это, конечно, вызвало во мне определенный психологический надлом Может быть, я там высказался что-то на меня, значит, руководство Динамо Риги Ну, подождите, но имеете же право Я имею, конечно, полное право Но, может быть, я, значит, кто-то болезненно воспринял Но надо быть выше этого Наш, я считаю... Женя Ильман, а кто из болельщиков? В данном случае вы говорите и как болельщик, и как профессионал сферы Человек, от которого потом будут тоже требовать результаты Правда? Да Ну, то есть провалится сборная Придут к кому? Придут к вам Обязательно Скажут так, господин Обязательно Обязательно Поэтому я немножко удивляю, что руководство Со всей уважением к этому руководству Динамо Но они, мое высказывание, опасение по Динамо Такому положению, что они там недостаточно убедительно показывают игру Ту, которую хотелось бы видеть Мое высказывание повергло их в какой-то там, будем говорить в кавычках, в шок И вот они сейчас со мной не разговаривают Но это же детство, понимаете? Это глупость такая Человек должен выше этого быть Мы здесь, представители этой нашей страны, нашего государства Какие могут быть взаимные какие-то претензии И какие-то там обиды, какие-то Наоборот, мы должны быть сплоченными Наоборот, мы должны вместе думать, как улучшить, если даже что-то ухудшилось И поднять на должный уровень Вот вам здесь сразу вопрос У нас работает видеочат в интернете По адресу MixNews.lv У кого есть вопросы, пожалуйста, используйте это Нет, я сейчас прочитаю Потому что во второй части разворота будем принимать звонки от слушателей Почему государство не поддерживает наш хоккей? Спрашивает слушатель с ником «Закон и порядок» В категорической форме сказать не поддерживают Я бы, ну, был бы не тактично Мало поддерживают, мало Сколько государство построило ледовых арен Со времени проведения чемпионата мира? И вы помните хорошо ту историю, которая была Я бы даже взял бы больший срок Со времени получения независимости Практически у нас все дворцы, они приватные Все И поэтому я уже много раз говорил об этом И просил, и требовал Вот посмотрите, что делается в Финляндии Что делается в Швеции Там простые для детей, для школьников Построены простые катки с надувными крышами Они стоят копейки 300 тысяч, 200 тысяч можно построить Ладно, за 200 Но зато дети могли бы кататься Учиться хоккею Фигурному катанию Как это так упустить? Смотрите, какие огромные деньги Олимпийский комитет вложил Через, естественно, гарантии Через гарантии Для строительства вот этих олимпийских центров Ну, неужели ни у кого не было Говоря, а я об этом говорил все время Ну, неужели нельзя было к этому дворцам Это в Лепе, это в Венспасе Ну, в Венспасе каток есть Но это мало Они все приватные, вы понимаете Вот говорят, в Лепе есть каток Но он металлург Это финансирует металлург В Венспасе есть каток Но он финансирует тоже частным, приватным Такие у нас, допустим, в Витземе Вообще нет катков Единственное в Алмире Ну, неужели нельзя было в этих центрах Построить маленький каток Чтобы можно было... Никто не требует большие трибуны Никто не требует там зрительского зала Вот это упущение государства Об этом и вопрос я положил Да, если мы с этой точки зрения смотрим То это вообще-то безобразие Я так мог бы сказать Почему? Я вам объясню Потому что вы знаете, что вот это... Хоккей у нас один из любимых видов спорта Идите с удовольствием... И все государства, все руководители государства Ходят на хоккей с большим удовольствием И вместо того, чтобы болтаться по улицам Принимать наркотики Пить водку Он с удовольствием одел бы коньки И катался бы, учился бы играть в хоккей А родители, они настолько... Я радуюсь, конечно, их Но они настолько себе бивают голову Что каждый их мальчик Уже они рассматривают потенциальный игрок НХЛ Все вот так Поэтому они заинтересованы Но несчастье заключается в том Что это очень дорогой вид спорта И не каждый родитель может позволить Ребенка водить частно вот эти халы И платить огромные деньги А мы знаем по опыту жизни Что самые вот такие бедные Семьи бедных родителей Они более настойчивы в работе Вот хотят... Это они видят единственный способ Чтобы как вылезти из этой бедноты Чтобы подняться со временем Вот, к сожалению, вот так оно и есть Да, но, тем не менее Так Прочитаем этот вопрос Он просто довольно длинный Не успеем перед новостями Будем обсуждать и хоккейную тему И тему гриндекса Во второй части разворота Сразу после получаса Через несколько минут Соответственно, после новостей и рекламы На болткоме разворот В развороте предпринимателей Президент Латвийской Федерации Хоккея Кира Флипман Пожалуйста, используйте видеочат По адресу в интернете MixNews.lv Для того, чтобы задать вопросы Через несколько минут подключим мы телефон Для того, чтобы вы могли дозвониться Так, здесь уже идеи В видеочате идеи вот какие Для того, чтобы поддержать сборную И вообще Латвийский хоккей Предлагается, например Всем госпредприятиям Таким, как Латвэнерго Из своих бюджетов Раз в год Выделять 10% доходов На хоккей И делить его 5% на сборную Латвии 5% на Динамо Рига Ну, идея не дурна, да? Идея хорошая Да К сожалению Трудно реализуемая А другой слушатель С ником Историк Отмечает, что Он перестал смотреть хоккей Только чемпионат мира иногда Хотя его много товарищей Все еще смотрят И интересуются Вот смотрите Динамо Рига К сожалению Сделала Очень хорошее дело Подняла интерес К хоккею К латвийскому Хоккею в целом На достаточно Серьезную высоту И когда Болельщик Видит безразличие У игроков Видит вот эту Неразбериху Не видит результат Ничего не видит По сути Ему делать нечего Переключаться На другой канал Смотреть, например Баскетбол Волейбол Футбол Ну, прочие Шахматы Ну, я согласен Последние данные Говорят Наши команды Заиграли в баскетбол Очень достаточно Неплохо И сразу Потекли Зрители На баскетбол Последние Игры Лиги чемпионов Было очень много Народу Больше, чем даже В хоккее Пришли люди смотреть Конечно Спорт Это как Маятник Знаете Вот идет Он Маятник Значит В одну сторону Значит Все идут За ним Он начинает Спускаться Конечно Интерес Падает Поэтому Очень серьезно Надо этим заниматься И не потерять Своего Зрителя Это очень важно Конечно Но Я хочу сказать Что Конечно Иногда Болельщик Зритель Он Достаточно Хорошо Разбирается В хоккее Особенно Тем Многолетние Кто как не болельщик Разбирается В спорте Те болельщики Которые Долгие годы Посещают Хоккей Интересуются Он же Старается Вникнуть Во все детали Этой игры И конечно Иногда Он Даже Может сказать Свое веское слово По поводу Того Что происходит И к этому Надо относиться Я например Очень уважаю Наших фанов И стараюсь Им всегда Помочь Все возможно Сделать Потому что Я считаю Что это Просто необходимо Потому что Это вдохновляет Игроков Это вдохновляет И сам народ По большому счету Для кого еще играть Да В том пределах Для зрителей Как не для зрителей И для фанов Да Так Вопрос еще Один Про хоккей Это вопрос Проведения Чемпионата Мира В Риге Совместно С Данией Будем способны Да Я только хочу Сказать так Значит Очень коротко Что Этот год У нас Очень серьезный И решающий И может быть Один из самых Сложнейших Из предыдущих Периодов Дело в том Что у нас В ближайшее время В феврале месяце Ожидается Значит Кульционный турнир На попадание На Олимпиаду В Сочи У меня есть Хорошие данные Сведения Как к этому Готовятся Наши противники Допустим Что касается Казахстана То там Непосредственно Значит Участие Принимает Президент Страны Назарбаев Он И был в команде Он И Значит И там Условия Создал Он Совершенно верно Условия Возможности С одним только Требованием Попасть Выиграть Вот этот Кульционный турнир Я знаю Быть в Сочи Да Быть в Сочи Это единственная Их задача Лично Президент Этим занимается Лично То же самое Делает и Лукашенко Очень серьезные Мероприятия Они там Создали Все Потому что Это единственный Их шанс Они Видите Там совсем Немножко по другому Там Динамо Минск Непосредственно При федерации хоккея Не так Как у нас Отдельно И нам Приходится Искать Общий язык С руководством А там Этого не надо Потому что Все это Подчинение Федерации хоккея И поэтому Конечно Ставятся Очень серьезные Задачи Есть Неудовлетворенность Та же Минск Динамо Не ошибка Так уж Хорошо играет И поэтому Тоже Основная Задача Это попасть На Олимпиаду Опять Приехал в команду Поставил задачи Назначил Франсирование Я знаю Что во Франции Очень серьезно Подходит к этому Тоже вопрос Потому что Они играют В нашей группе И Франция Вы знаете Последние годы Достаточно выросла Они тоже Кстати Претендует На чемпионат мира В 2017 году И поэтому Легко не будет Будет очень тяжело Это Легко не будет Это не то слово Будет очень тяжело Мы с вами Догадываемся Уважаемые слушатели Кто мотивирует Сегодня нашу сборную Это тоже президент Правда Не Латвии А наверное Федерация хоккея То есть вы Вы сегодня Единственный Мотиватор Я надеюсь Что Государство Подключится К этому Основательно Я так надеюсь В скором времени Что касается Чемпионата мира 2017 года Вы знаете Мы очень много Перебирали вариантов Очень много думали Мой принцип Такой Не проиграть Я Человек Знаете Из той Прияды Который борется За свою жизнь Потому что Сам прошел Не такую легкую жизнь Я не хочу Рассказывать Свою биографию Тем более Что вы это Как-то делали В личном утре Но все Что я делал Это я делал Лично сам У меня не было Ни спонсоров У меня не было Ни дяди Ни тети Которые мне помогали У меня не было Никто Я всю жизнь Я могу с гордостью Заявить Что все Что я добился В жизни Я добился Лично Без чьей-либо Помощью Без чьей-либо Проталкиванием Без чьей-либо Лоббированием Все Поэтому Конечно У меня выработался Может быть Характер Такой Что я Борюсь Если Допустим Премьер был 2006 год Когда мне Премьер Страны Сказал Ты больше Ко мне Киров Не приходи Ты видишь Что творится Все против Этого Настроя Никто не верит Что чемпионат мира Будет У меня уже Голова болит От этого Ты хочешь Занимайся Не хочешь Можешь не заниматься Так он мне Сказал Лично Премьер И я уже Знаете Долго думал И начал Так философски На это смотреть И решил Себе Лично Себе Доказать Что чемпионат мира Можно провести В этот раз Тоже Так же Я Хочу Лично Доказать Что мы Можем Способны И Будем Все делать Для того Чтобы Были бы результаты Ну Как там будет Поэтому Мы долго думали Идти одним Это очень сложно Почему Потому что Конкуренция Уже в лице Той же Дании Колоссальна Поскольку Они в последние годы Очень идут Стремительно Вперед В развитии Они по рейтингу Уже нас обогнали У них никогда В истории Не было чемпионата мира И почему Они не достойны Получить чемпионат мира Будем откровенны Они достойны Получить Франция У Франции Не было чемпионата мира 20 лет тому назад Плюс Они взяли В компаньоны Германии Которую Вы сами знаете Не последние Там В мировом рейтинге И С ним С уважением Поэтому Нам лично Очень было бы Тяжело бороться И Мы решили Что Облегчить эту судьбу И получить все-таки Чемпионат мира Объединиться С Данией Но я Уверен И считаю И успокаиваю Всех Наших Людей Которые Смотрят Какие Которые Любят Какие Что это Не худший Вариант Потому что Во-первых Я уверен Что будут Хорошие команды Здесь Я уже Рассчитываю Что здесь Будут и россияне Предварительные игры В счет финала Тут Будут и канадцы Я уверен Что будут Это наша работа И мы Над этим будем Работать Очень усиленно И Поэтому Зрителю Будет большой Интерес Так и так Вне всяких Сомнений Да Ну Здесь тоже Делится Соображениями Слушателей В интернете О том Что Раз мы Научили Россию Играть В хоккей Когда-то То По идее Это мы Должны быть В начале Таблицы А не они Ну так Со смайликом Если Говорить Ну правда Дальше уже На эту тему Спорт Ну и Все Слушатели Которые Принимают Участие В этом обсуждении Сходятся В одном мнении Конечно же Хочется Чтобы твоя команда Побеждала Это хочется И нам с вами Вот наверное Здесь По поводу хоккея Звонят слушатели 672 12 93 9 672 13 93 9 Пожалуйста Алло Добрый день Меня зовут Сергей У меня к вам Несколько вопросов Но они все Касаются хоккея Значит Первый Не было ли Поспешным Решением Латвийской Федерации Хоккея Освободить От должности Изнарка Витовнича И второй А вот как-то Последний чемпионат И предпоследний Показали Что все-таки Некоторые Ведущие игроки Что-то как-то Не очень Страдают Таким Патриотизмом Помочь Сборной Латвии Я не буду Назвать фамилии Вы прекрасно Их все знаете Вот А чего же Раз начали говорить Почему вы хотите Чтобы эти Господин Казаков Я не вам вопрос задаю Я понял Это значит Господин Липман Очень хорошо их знает Не будем Сейчас которые получают Хорошие договора Сейчас которые получают Хорошие деньги Так вот Последняя Недавняя информация была Что порой Только не живи Александр Сказал что я сделаю Все возможное Если меня возьмут Я готов Помочь Не в чемпионате мира А в отборочных играх На Сочи Вот У меня немножко Вот ваше мнение Вот как Все таки неужели Нельзя с ними договориться Побещать какие-то премии Не знаю Как-то Как-то Способствует тому Чтобы они помогли Все таки Выйти на Сочи Спасибо большое Я бы просто хотел Призвать слушателей Если они говорят А То говорить Б И не заставлять Это делать Других людей Да Отвечайте пожалуйста Значит было Задано Два вопроса Первый вопрос Это касалось Ну Касалось Об отношении Некоторых игроков К своей сборной Да По сути Конечно Вы знаете Раньше Была совершенно Другая ситуация Раньше Игроки Стремились Попасть в сборную Почему Потому что Они знали Что во время Чемпионата мира На трибунах Сидят агенты И кто-то Предложит На тысячу На две тысячи Речь не шла О миллионах А две тысячи Максимум Три тысячи евро Больше Какой-то клуб Предлагает И они были Счастливы А сегодня Конечно Они получают Достаточно Приличную Зарплату И зачем Им ломаться Такая ситуация Была В прошлом году Я Очень много Разговаривал С ребятами И мне почему-то Верится Что В этом году Такого не произойдет Что Касается Знарка И Витолича Поймите меня Правильно Значит Не может Участвовать В тренерской Работе Сборной Люди Которые Тренируют КХЛ Это вот Новая была Организация Организована Было Пять лет Тому назад Вы знаете График Был очень Жесткий И вот Как раз Прошлогодний График Когда Динамо Выиграла Первый Чемпионский Титул Завоевала Кубок Гагарина Сезон Для них Закончился 27 апреля А 3 апреля Уже начался Чемпионат Мира Ну скажите Ну может Тренера Могут ли За пять дней Подготовить Сборную Но это невозможно Другое дело Я радовал За то Чтобы в Динамо Вот если Были бы Знарок И Витович Тогда вопрос Был бы другой Тогда совершенно Был бы по другому Подошел вопрос И это нормально Никто Не может Позволить себе Брать Из КХЛ В сборную Игрока Тот же Велидинов Освобожденный Тренер Видите Он хотел Аквар Сренировать Ему запретили Тот же Допустим Если мы Говорим О других Тренерах Никто не может Быть даже Помощником Главного Тренера Тренируя Какой-то Клуб Так что Это вполне Нормальное И у нас Занарком До сих пор Прекрасные Отношения Мы перезваниваемся Мы интересуемся Друг другом Так что Обиды никакой Нет Развивая эту тему Если Занарок И Виталиниш Будут Искать себе Новую работу То они Могут ее Найти в сборной Латвии Или нет Если они Будут Освобожденными Конечно Если Освобожденными Если они Не будут Связаны С какими-то Клубами Именно КХЛ Клубами То почему Нет Конечно Еще один Вопрос От слушателей Давайте Наушники Пожалуйста Здравствуйте 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 Алло Здравствуйте Да пожалуйста У меня такой вопрос По поводу Хоккейных школ Именно в Латвии Молодежных Детских Водили ребенка На хоккейные тренировки И платные Естественно Платишь Пять лет Была тренировка По моему Сейчас тоже Пять лет Одна тренировка Три раза в неделю Или четыре Со временем Образовался костяк Но приходили Все время новые дети Которые Они брали всех Даже с нуля Не умеет кататься Ребенок Он не может С каждым заниматься И пускал на лед Родителя Который может Поддержать Стульчик Сами знаете Это как учатся И первые стоят На льду И соответственно Через какое-то время Десять тренировок Прошло Начался балаган На льду Просто балаган Он пускал всех Кто платит Получился такой платный Каток Когда с родителями Подошли Один родитель Начал подходить К тренеру Говорить Ну тренировки Просто закончились Понимаете Там просто балаган Кто как Кто-то любуется Своим чадом Выходит там Бабушка с дедушкой Фотографирует Я вас понял Я вас понял Могу ответить Знаете что он ответил Знаете что он ответил Когда спросили Его третий Родитель подошел Говорит Будем тренироваться Или нет Он сказал Платите мне другие суммы Тогда мы начнем тренироваться Это в школе Желтока Желтока школа Вот там вот Это не тренировки Так хоккея не будет У нас Спасибо Я вас понял Вот это как раз То о чем мы говорили Что государство Не обращает внимания На это дело Оно должно было На сегодняшний день За 20 независимых лет Построить хотя бы 10-15 Вот таких катков Которым родителям Не надо было платить деньги А так они конечно Сегодня Зарабатывают деньги Руководство клуба Им говорят Тренеру Вы зарабатываете Вот чем больше у вас будет детей Там Тем больше вы заработаете Это Понимаете Это ясно Мне это больно Конечно Я это все знаю Но мы пока ничего не можем изменить Пока государство Не возьмет на себя ответственность И при каждой школе построит Небольшой вот такой каток Где любой Мальчик Или девочка Допустим Если она хочет заниматься Там фигурным катанием И мальчик который хоккеем Чтобы он бесплатно Мог занимать Так как это Сделано в Финляндии В Швеции В России Вы знаете В России каждый год Открывается с помпой Причем Помпа открывается Государство Открывает новый каток С каждым годом Вот только недавно Путин открыл новый дворец Так что Надо нам немножко Государство подумать Над этим делом Еще один вопрос Пожалуйста Пожалуйста Задавайте свой вопрос Там как-то Что-то сорвалось Давайте Перейдем все-таки К гриндексу Еще несколько минут Все-таки Уделим Вашему Предпринимательской Вашей предпринимательской Деятельности Да Ну я не знаю Для болельщиков Наверное Ваша главная деятельность В федерации хоккей Для вас бизнес Гриндекс Как известно Имеет Большие планы И устремления За границей Латвии Сегодня Экспортируется Подавляющее Большинство Товаров Произведенных Продукций Произведенных На гриндексе Вы хотите Теперь разместить Производство В других Государствах Что это за государства И какие Конкретно планы И какие перспективы Ну значит Я хочу только сказать Что Осуществляется Моя мечта Уже Бюджет Формируем На следующий год Уже Где-то примерно На 100 миллионов Лат Оборот Это по сравнению С тем Что когда я пришел На гриндекс Было 11 Миллионов Ранят существенные Конечно Но на этом Мы не стоим на месте Мы хотим развиваться Мы хотим Еще больше Увеличивать Наши возможности Сегодня Буду откровенен Совершенно Очень заинтересована Белоруссия В том Чтобы построить У них Фармацевтические Предприятия Потому что Они Наконец-то Поняли Что у них Фармацевтика Достаточно Не на высоком уровне У них Нет Ни одного Предприятия Практически С С качеством Европейского Уровня GMP И у меня Была встреча С вице-премьером Недолгая встреча Была с премьером Мы с премьером Договорились Отдельно Еще раз Встретиться В Белоруссии Значит Они предлагают Очень интересные варианты Мы над этим Думаем Сейчас Я думаю Что В перспективе Могло быть Достаточно Интересный Такой вариант Мы там Строим завод Вы знаете Что Белоруссия Казахстан И Россия Имеет единый Таможенный союз Это нас Очень приличает Поскольку Если мы Допустим Новый препарат Регистрируем В Белоруссии Значит Он имеет силу Во всех остальных Этих странах Есть Продолжение И с российской стороны Я вот тоже Готовлюсь В Москву Они тоже хотят Чтобы мы Построили Предприятие Мы этот вопрос Тоже рассматриваем Безусловно Мы конечно Что-то для себя Придумаем Завод должен Развиваться Это моя Мечта И я От нее Не отступлю Минимум Должно быть 300 миллионов Лат В ближайшем Не перспективе В ближайшем Будущем Оборот должен быть Не менее 300 миллионов Лат Я думаю Что мы это Добьемся У вас еще Китай Если я не ошибаюсь Китай Я промолчал Осознанно Потому что Китаем Сейчас идет Уже последняя стадия Клинических испытаний И дай бог Чтобы все было Активно Очень работаем С Китаем Очень активно Работаем И я думаю Что если Китай Получится Уже тогда Будет уже В приближенном Вариате Ну тогда уже Знаете Если с каждого Китайца По латику То вы сами понимаете Какие обороты Звонят вам еще Ну как-то уже Пожалуйста Здравствуйте Добрый день Здрасте Я еще за хоккей Хотел поговорить За хоккей У меня 11 лет Тренируется И вот соревнования В 7 часов вечера Дети уставшие Вы что это Правомерно? Нет Я считаю Что это маразм Какой-то Спасибо Вы знаете Вы знаете Что Интерес же Огромный И Все хотят Своих детей Те которые Значит Тренируются В хоккее Чтобы они Тренировались Как можно больше Но Устанавливать время Мы не можем Федерация Не имеет возможности Такое устанавливать время Или в 7 вечера А что лучше В 6 утра Или в 7 вечера Да я думаю Вечером Человек Школьник Он закончил Школу в 2 часа И он пошел Пообедал Отдохнул И в 7 часов С новыми силами Пошел Я думаю Тут ничего Никакого такого Плохого нет В этом деле Еще вопрос Интересно О хоккей Или о гриндексе Здравствуйте Здравствуйте Знаете Вот вы Руководите Все таки Сборной Вот прошлый год Там у нас игрок Сейчас играет За ЦСКА Значит Кстати латыш Вот Отказался Играть за сборную Отказался Вот не хочу И все Ну вот вы можете Как-то повлиять На них Вообще Так ослабили команду Да могу Да Я хочу сказать Что касается Спрукса Не в обиду Будет сказано Значит Он конечно У него было Огромное самомнение Он подписал Контракт ЦСКА Он решил Что он уже Достал Бога Я не знаю что Бога пощекотал За пятую Совершенно верно Да И вот так Себя вел То же самое Делал Идар Не будем Значит Греха таить Греха таить Совершенно верно Но Как видите У него Не совсем Все получается Со мной Беседовал Главный менеджер Сергей Немчинов Был удивлен Почему В таком Низком уровне Спрукска Да Он был Ведущий Игрок Динамо Я конечно Ничего плохого Не сказал Но Хочу заметить Что вот сейчас Были контрольные игры То инициатива была Его Приехать И участвовать Потому что он понимает Сейчас Если он не будет За сборную выступать То тем более Он ЦСКА не нужен И это психологический момент Очень важный Я думаю что Спрукс Он все таки Сейчас он Совершенно по другому И отношению У него было Когда он пришел Играть С Россией Я думаю что он будет Нормальный парень И мы им рады Его видеть в сборной На этом мы заканчиваем Сегодняшний разворот У нас в гостях Был предприниматель И президент Федерации хоккея Латвии Кира Флипман Спасибо вам За ваше участие В нашей программе Поскольку Предпринимательской деятельности Мы поговорили Не так чтобы Очень подробно Значит будет О чем поговорить В следующий раз Сосредоточимся Именно на этой теме Всем всего доброго И всего доброго Пока До свидания